Здравствуйте, меня зовут Ольга, это Биология. Сегодня мы с вами обсуждаем внутреннюю среду организма. Во-первых, давайте рассмотрим компоненты внутренней среды. А ими являются кровь, тканевая жидкость и лимфа. Все они взаимосвязаны друг с другом и нацелены на то, чтобы осуществлять обмен между клетками организма и внешней средой, а также поддерживать постоянный внутренний состав, то есть гомеостаз. Давайте с вами посмотрим на рисунки, как эти компоненты связываются друг с другом и взаимопревращаются. В самом низу у нас изображен кровеносный сосуд, а именно капилляр. Через тонкие стенки капилляра проходит жидкая часть крови, плазма и занимает межклеточное пространство. Здесь она уже тканевая жидкость. Также тканевая жидкость идет и в обратном направлении. В противном случае это бы привело к набуханию ткани и как следствие к отекам. Та часть жидкости, которая не вернулась в кровеносную систему, в кровеносный сосуд, отправляется в лимфу. Здесь это уже лимфа. Лимфатическая система в составе лимфы впадает в кровеносную систему и там превращается уже в кровь. Кровь состоит из жидкой части, как мы уже с вами сказали, из плазмы и форменных элементов, или из клеток крови, а именно тромбоциты, лейкоциты и эритроциты. Давайте остановимся на каждом из них поподробнее и разберемся с их строениями и функциями. Во-первых, эритроциты. Эритроциты – это красные кровяные клетки. По форме они напоминают двояко вогнутый диск. Зрелый эритроцит человека не имеет ядра. Это улучшает эффективность его работы, так как в эритроцитах содержится специальное вещество – гемоглобин, белок, способный присоединять кислород и отправляться в составе эритроцита ко всем клеткам нашего организма. Таким образом, гемоглобин, занимая все пространство эритроцита, может больше присоединить к себе кислорода. Следующие форменные элементы или кровяные клетки – это лейкоциты. Лейкоциты же являются бесформенными, бесцветными клетками, но с хорошо развитым ядром. Среди лейкоцитов выделяют фагоциты, лимфоциты и макрофаги. Фагоциты и макрофаги способны уничтожать чужеродные частицы, переваривая их. А лимфоциты нацелены на то, чтобы вырабатывать специальные вещества, которые называются антитела, а не борются с антигенами, то есть различными вирусами и бактериями. Фагоцитоз был открыт Ильей Мечниковым на основании способности лейкоцитов поглощать чужеродные тела. Следующими кровяными элементами являются тромбоциты. Тромбоциты – это кровяные пластинки. Именно они участвуют в процессе свертываемости крови. Процесс свертываемости крови защищает наш организм от кровопотери при ссадинах, ранах или порезах. Заболевание, которое связано с нарушением свертываемости крови, называется гемофилия. Давайте с вами разберемся, как образуется тот самый сгусток крови при какой-то порезе. Во-первых, для того, чтобы весь процесс запустился, необходимы ферменты, а также витамин К и кальций. Дальше в этом месте происходит разрушение тромбоцитов. Запускается реакция следующая, где жидкий белок фибриноген превращается в нерастворимый белок фибрин. Вот эти нити белка фибрина начинают запутывать и слипать эритроциты. Как следствие образуется сгусток крови, а именно тромб. На этом все. Спасибо за внимание. До встречи на следующем уроке.